Привет, мои дорогие любители iHerb! Сегодня мы с вами снова будем распаковывать и обсуждать мой новый заказ. В этой тяжелой коробочке у меня много всего интересного. Я, как обычно, все уже попробовала, потестировала. Сегодня будет не первое впечатление. Буду рассказывать, что мне понравилось, что не понравилось и почему. В общем, все как обычно. Сразу отмечу ссылки на все продукты, ждут вас в описании под видео. Там же будет мой скидочный промокод, которым вы также можете воспользоваться. Начну я сегодня со средств для волос, потому что сейчас на iHerb 20% скидки на продукты для волос. А если еще воспользуетесь моим промокодом, скидка будет 25% и эта распродажа продлится до 10 утра 23 июня. Если хотели что-то себе для волос на iHerb заказать, сейчас отличное время это сделать и закупиться выгодно. Я заказала себе три продукта от Giovanni. Вот, третий. Начну я, наверное, с кондиционера для волос. Это кондиционер для поврежденных и сухих волос. И он с растительными протеинами. Я уже миллион раз рассказывала в своих видео, что я обожаю продукты для волос с протеинами. Они прекрасно работают на моих тонких, достаточно пористых волосах. Протеины заполняют пустоты, которые есть в пористых волосах и делают волосы более гладкими и более плотными. Из описания этого кондиционера можно подумать, что он будет такой жирненький, плотненький, но на самом деле нет. Он довольно легкий. У него легкая такая скользящая текстура. Он хорошо увлажняет волосы, облегчает расчесывание, распутывает и придает волосам красивый блеск. Плюс он сглаживает пушистость волос. Я его заказала, потому что в кудрявом сообществе очень его любят. А так как я сейчас очень увлечена кудрявым методом, я скупаю вообще все, что для этого кудрявого метода рекомендуется. И пробую, пытаясь найти какие-то для себя идеальные комбинации продуктов. Я пробовала этот кондиционер и в тот день, когда делала кудрявую укладку. И также специально еще потестировала в тот день, когда вытягивала волосы. Мне понравилось и в том, и в другом случае. То есть, в принципе, он подойдет и для тех, кто кудрявым методом увлекается, и для тех, кому нужен просто хороший увлажняющий кондиционер. Сейчас, с учетом всех скидок, он стоит всего лишь 400 рублей. Прекрасная цена за отличный кондиционер. Следующий продукт – это несмываемый кондиционер для всех типов волос. Также от Giovanni. У него очень легкая текстура. Он прям невесомый. Очень легко распределяется по волосам. Увлажняет, распутывает, смягчает, сглаживает пух, придает блеск. И при этом абсолютно волосы не утяжеляет и не склеивает. Даже если нанести его довольно много, все равно нет эффекта таких, вот знаете, жирных, слипшихся волос. Опять же, его очень любят сторонники кудрявого метода. Для кудрявого метода он хорошо подходит, но и не только. Можно использовать и если вы с прямыми волосами ходите. Хорошая вещь. Стоит тоже сейчас со скидками 400 рублей. Следующая банка – это гель для укладки волос с сильной фиксацией. Его я опять же взяла для укладки кудрявым методом. В кудрявом сообществе это один из главных хитов среди гелей для укладки. Здесь действительно сильная фиксация, очень хорошо фиксирует волну на целый день. И даже на следующее утро я просыпаюсь, у меня еще частично волнистость волос сохраняется. Хотя у меня не сильно волнистые от природы волосы. И благодаря этому гелю получается, так сказать, выжать по максимуму из природного потенциала волос. Я поначалу его не очень поняла. У него такая довольно плотная и густая текстура. У моего предыдущего геля текстура гораздо более легкая и более водянистая. И вот эта вот плотненькая такая липкая густая текстура мне поначалу не понравилась. У меня никак не получалось распределить его нормально по волосам. Но я все-таки нашла к нему подход. Его можно немножко в ладошки размешать с водой, прям вот чуть-чуть водички добавить и размешать. Тогда он получается более жидким и гораздо легче разносится по волосам. Плюс этого геля в достаточно хорошем составе. В составе есть разные натуральные увлажняющие компоненты. И тут, в принципе, нет ничего в составе, что могло бы волосы сушить. Если вы хотите попробовать кудрявый метод или уже его практикуете, но еще не пробовали этот гель, рекомендую. Хорошая штука. Недаром его хвалят. А вот эта покупка просто взорвала мне мозг, потому что это просто какое-то гениальное вообще изобретение. Это роллер для удаления жирного блеска с лица от бренда Revlon. Он сделан из натурального вулканического камня. Здесь вот этот вот камушек. И нужно просто этим роллером провести по тем участкам лица, где у вас есть жирный блеск. И он абсорбирует кожный жир и делает эти участки лица матовыми. То есть он работает, по сути, примерно так же, как матирующие салфетки. Только это многоразовая вещь. Не нужно каждый раз после использования выкидывать. Нужно просто периодически его промывать. Нужно снять вот эту вот заглушку, провернуть ее по часовой стрелке, вытащить отсюда роллер, промыть его в теплой водичке с мылом, просушить и можно пользоваться снова. Какая-то просто гениальная вообще вещь. Я, когда его увидела, я подумала, ну ладно, наверное, ерунда какая-то. Не может быть такого, что какой-то ролик из вулканического камня действительно будет впитывать кожный жир и мотировать кожу. Но может, на самом деле может. И это очень круто работает. Для жирной кожи это, по-моему, просто гениальная вещь. Места много не занимает. Можно положить в любую сумочку. И не надо постоянно покупать матирующие салфетки. Следующая покупка это крем вокруг глаз от бренда Jeffrey James Botanicals. Он с витамином С и зеленым чаем. Предназначен для увлажнения и для осветления зоны вокруг глаз. У него очень легкая текстура. Он классно увлажняет кожу. При этом он абсолютно не тяжелый, не липкий, не жирный. Он быстро впитывается и не скатывается под макияжем. Я его сейчас использую и утром, и вечером. Плюс здесь удобная и гигиеничная упаковочка с дозатором. Крем не бюджетный, но я считаю, что он стоит каждый потраченный на него копейки. Мне очень понравился. Следующая покупка это дезодорант от бренда Jason с абрикосовым ароматом. Это натуральный дезодорант с очень хорошим составом. В составе нет алюминия. Дезодорант в формате гелевого стика. Он совершенно не оставляет следы на одежде, не пачкает кожу подмышек. Довольно мягкий, кожу подмышками не сушит, не раздражает. И приятно и достаточно деликатно пахнет абрикосом. А душка здесь не ярко выраженная. Из плюсов в принципе все. Но главный его минус это очень посредственная защита от неприятного запаха пота. Я им разочарована, повторять его точно не буду. Если сравнивать его с моими любимыми дезодорантами Schmitz, которые я также покупаю на iHerb. Этот работает в разы, в разы хуже. Если у вас очень слабое потоотделение, то может быть для вас это будет нормальный вариант. Но для меня на лето это точно не вариант. Я скорее всего отложу его до зимы, когда уже не будет 35 градусной жары и в принципе потеть сильно я не буду. Но для лета это очень слабенький дезодорант, поэтому я немного им разочарована. С косметикой я закончила. Остались у меня вкусняшки и остались бады. Давайте, наверное, сначала про вкусняшки, а потом поговорим про бады. Заказала в очередной раз леденцы от бренда Yum Earth. Но в этот раз я взяла леденцы не обычные, а на палочках. И скажу вам по секрету, я сделала это непреднамеренно. Я вообще хотела заказать стандартные леденцы без палочек, но, видимо, я невнимательно смотрела, когда заказывала. И заказала в итоге на палочках. Но это как бы меня не сильно опечалило. В принципе, без разницы на палочках или без палочек. Главное, чтобы они были вкусные. А с этим здесь все в порядке. Я люблю леденцы этого бренда за натуральный состав. Тут очень хороший состав. И за то, что они непритерные. Они в меру сладенькие, с разными фруктовыми вкусами. Люблю их и я, и мой муж, поэтому периодически беру. Также заказала, уже не знаю в какой раз, масло грецкого ореха от бренда La Tarungelli. Обожаю, обожаю это масло. Оно так вкусно пахнет. Просто какой-то потрясающий аромат жареных орешков. Безумно вкусно его добавлять в овощные салатики, добавлять на авокадо тосты, заправлять им различные крупы. Ну, просто это просто божественное масло. Если вы еще не пробовали, попробуйте. Реально очень вкусное. Здесь 500 миллилитров. Я его расходую довольно быстро, потому что я его использую просто везде и всюду. Сейчас, тем более, начался сезон вкусных, свежих овощей и вкусные овощные салатики с этим маслицем. Это просто, вот я говорю, у меня уже потекли слюни. Обожаю. Вообще масло от этого бренда очень хорошее. А вот этот продукт я заказывала впервые. Это протеиновые батончики от бренда Sierra Fit. Тут в упаковке 12 батончиков, и каждый упакован в индивидуальную упаковку. В одном батончике содержится 20 грамм протеина и 210 калорий. Вес одного батончика 56 грамм. Очень вкусные протеиновые батончики. Они со вкусом кофейной соленой карамели. Здесь нет глютена, если это для вас важно. И они очень сытные. Так, давайте теперь пройдемся по БАДам. Заказала я попробовать масло антарктического криля от бренда California Gold Nutrition. Взяла его на замену своей стандартной Омеги-3, которую, кстати, я тоже люблю именно от California Gold Nutrition. Кто такой вообще этот антарктический криль? Это такой маленький красно-оранжевый рачок. И вот его масло – это суперполезная штука. Во-первых, оно очень богато той самой Омегой-3. Во-вторых, в масле антарктического криля содержится компонент с названием астаксантин. Это красно-оранжевый пигмент, который содержится в панцире этого самого криля. И вот этот астаксантин обладает выраженным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Вообще, масло антарктического криля – это полезная штука для многих функций организма. Оно хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, на суставы, помогает бороться с артритом. И, кстати, на iHerb есть отзывы, что людям реально очень хорошо оно помогло с больными суставами. Еще оно помогает снижать уровень холестерина и триглицеридов, помогает при синдроме сухого глаза и при сухой коже лица и тела. Конкретно это масло криля со вкусом клубники и лимона, но на самом деле я не почувствовала здесь вообще никакого вкуса. Тут такие довольно маленькие красные капсулки. Пить их легко, проглатывать легко. В отличие от омеги, капсула здесь, ну, наверное, раза в два меньше. Ни клубники, ни лимона, ни рыбы я во вкусе не чувствую. Я проглатываю как просто такую безвкусную капсулу. Я пока его не очень долго пью, чтобы что-то там говорить о каких-то эффектах, которые я на себе заметила. Пока могу говорить только о своих ощущениях во время приема. Ну, я надеюсь, что оно реально так благотворно влияет на организм, как об этом пишут. Но, по крайней мере, на iHerb очень многие его хвалят. Также заказала еще хлорофилл. Наконец-то я дождалась, что он появился в наличии. Его просто постоянно нет в наличии, его постоянно скупают. Не знаю, откуда такая внезапная популярность у хлорофилла появилась. Раньше можно было его без проблем заказать. Сейчас же его просто постоянно нет в наличии. Я уже заказывала хлорофилл от этого же бренда Nature's Way. Но я брала в прошлый раз без вкуса. В этот раз дела с мятным вкусом. И, знаете, что-то я вообще никакой разницы не заметила. Что без вкуса, что с мятным вкусом на вкус они абсолютно одинаковые. Тут никакого выраженного мятного вкуса совершенно не ощущается. Хлорофилл – это вещество, которое участвует в процессе фотосинтеза у растений. Хлорофилл очищает организм, улучшает качество кожи, нормализует pH-баланс, помогает в выработке коллагена. Также еще хлорофилл применяется как вспомогательное средство для лечения железодефицитной анемии. Плюс хлорофилл также еще является внутренним натуральным дезодорантом. Через несколько недель применения уменьшается потливость и исчезают разные неприятные запахи тела. Если вы хотели попробовать и увидите его в наличии, хватайте, пока их снова не разобрали. Кто, кстати, знает, почему такой дефицит хлорофилла на Айфорби, напишите, пожалуйста, в комментариях. И последняя моя покупка – это шампунь для мытья животных от бренда Charlie & Frank. Этот шампунь подходит и для кошек, и для собак. Тут хороший мягкий состав, он с ароматом эвкалипта, очень хорошо пенится и классно очищает шерсть. У меня собака с жесткой шерстью, такую шерсть довольно сложно промыть. К этому шампуню у меня претензий никаких нет. Действительно хорошо и качественно очищает шерсть, плюс приятный такой мятный запах. Шерсть после мытья мягкая, кожа не пересушенная, у нас собака аллергик, ему не все шампуни подходят. Но вот с этим шампунем проблем никаких, к счастью, не возникло. Большой объем – 473 мл, и цена у него, я не помню точно, сколько он стоит, но помню, что он недорогой. Расход получается небольшой из-за того, что он прекрасно пенится. Понравился, хороший. Кошку, правда, мыть еще не пробовала, но вот для собаки подошел прекрасно. На сегодня заканчиваю. Напоминаю, ссылки все ждут вас в инфобоксе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком и в комментариях делитесь вашими отзывами на те продукты, что я показывала. Может быть, что-то из этого вы уже пробовали и вам хочется поделиться своим мнением. Я с большим интересом почитаю и уверена, что ваши отзывы будут полезны не только мне, но и другим зрительницам. Все, желаю вам прекрасного дня, мои дорогие. Пока-пока, до встречи в новых роликах.